Микс Ньюз. Утро на Болткоме. Продолжается утро на Болткоме. У нас второй час тоже с гостями. Мы поговорим, кстати, о таком очень интересном культурном мероприятии, которое пройдет совсем скоро в нашем городе, несмотря на то, что, да, конечно, вот, ковид и меры безопасности, тем не менее, вот люди истасковались, ну, за все это время по спектаклям, по концертам. И, конечно, вот какие-то всегда новые проекты, они вызывают большой интерес. И вот сегодня мы поговорим о таком околодокументальном спектакле. Да-да-да, вот сейчас нам расскажут наши гости. Гости – это актрисы, задействованные в этом спектакле, Самира Адгизалова и Яна Лисова. Здравствуйте, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Начнем, наверное, вот с слова «околодокументальный», потому что мы всегда привыкли, что там, не знаю, Шекспир, там, Бернард Шоу, там, авторы пьес, а здесь почему называется он «околодокументальным». Ну, и, кстати, сама постановка называется «Вайтс маминю валс», ну, вот как бы ее, так, есть адекватное понятие, вот бабушки на государстве… Страна бабушек. Страна бабушек, назовем так. Ну, в принципе, так и есть. Ну, так, в нашей стране очень большой процент жителей именно женщин, пожилых женщин, и это очень важно. И, ну, вот, поэтому у нас спектакль так и называется. Не страна дедушек, а именно страна бабушек. Например, я не ходила в детстве в садик, и меня именно буквально воспитала бабушка. Бабушка и… Да, и меня тоже так же. Я ходила в садик, но все равно меня воспитала бабушка. Вот все-таки почему «околодокументальный» спектакль? У него есть авторы, то есть… Но, тем не менее, все время подчеркивается, что это такой «околодокументальный». Потому что наша задача, драматург дала нам задачу как бы сделать интервью с бабушками, разговор, задать разные вопросы. И поэтому спектакль, текст спектакля основан на ответах наших бабушек, на их мыслях около, вокруг и около себя в прошлом, сегодня. Да, сама, вот, мне кажется, сама культура появления, воспитания уже через поколение. Вот всегда антропологи, многие исследователи говорят о том, что знания передаются непосредственно не от родителей к детям, а вот через поколение. Потому что родители сейчас очень часто заняты, у них своя работа, свои какие-то дела. И вот поэтому роль бабушек и дедушек, она очень и очень важна. И вот я понимаю, что об этом спектакле. Что, в чем идея спектакля, в чем смысл этого спектакля, этого выпускного? Сколько актеров на сцене, я понимаю, что не только актеры. Его уже показывали на фестивале «Лампа» в ряде городов Латвии, но в Риге его покажут впервые. Впервые, да, это очень важно, поэтому рижане, приходите. Да, ну, в принципе, так, я уже забыла вопрос. Ну, вопрос, сколько, вообще, о чем спектакль? То есть, ну, понятно, что о бабушках, да, ну, вот воспоминания о бабушках, но как это, играете вы бабушек или это что? Нет, нет, ну, можно сказать, что нет. Но мы затрагиваем очень, мне кажется, очень важные темы, про которых нам, как нам казалось, мало кто говорит. Мы хотели просто, ну, как бы поговорить про бабушек, про это поколение, которое очень важно, и… Как они себя чувствуют сегодня, как бы сохранить это интеллектуальное, как бы эмоциональное наследие, их рассказы, их ощущения, и не просто, как бы, пожаловаться, вот, как теперь плохо, как там было хорошо. Но посмотреть на это, конечно, через призму, в том числе и самоиронии, и посмеяться над своими ошибками, как мы относимся к своим, в том числе и родителям, и бабушкам, и дедушкам, то, что они что-то не понимают, что надо что-то им объяснить, эти все новые технологии. В том числе и мы показываем себя, ну, не с самой хорошей стороны, то, что и мы ошибаемся по отношению к ним. И теперь мы находимся в возрасте, ну, там, 28-30, когда мы уже начинаем, как бы, понимать то, что надо подождать, потерпеть, послушать, остановиться, лишний раз позвонить, что это тот уровень коммуникации, который им нужен. Например, когда нам было 20, мы, может быть, этот спектакль ещё, ну, мы его бы не додумали сделать, но теперь мы понимаем, что таким способом мы теперь с ними говорим, ими словами, да, их словами через спектакль. Это тоже как жест уважения, что мы вас слышим. И также мы затрагиваем, мне кажется, такие, ну, факты и темы там по поводу пенсии, по поводу вообще социального статуса пожилых людей в нашей стране, и как они себя чувствуют. Медицина. Да, всё, ну, там, не знаю, как это назвать. Половятые вопросы. Законы или, да. Такие, ну, тонкие темы, да. И вот. У меня тоже, ну, интересная ситуация. У меня тоже вырастила бабушка, и вот я очень конкретно чувствую то, как за это время, ну, поменялось именно то, что она меня воспитала и заботилась обо мне, а теперь уже как бы я озабочусь о ней. Мы поменялись ролями, и это так, ну, интересно, что так происходит и происходит. И это, ну, происходит довольно-таки быстро. Вот 10 лет ещё назад, назад, да, я ещё помню, что она была, да, я ей там, ну, не знаю, просила там денюжку, может быть, что-нибудь. Уже всё поменялось. Теперь я понимаю, что без меня, например, ну, бабушке было бы очень сложно, трудно прожить, выжить. И как бы, ну, это всё вот меняется, и мне кажется, что это очень интересно. Да, но я понимаю, что ещё на сцене будет хор детский, и в каждом городе, я понимаю, что приглашались свои артисты. Получается, на сцене присутствуют три поколения дети, мы, и как бы в неформальном виде наши бабушки через рассказы, и дети поют любимые песни наших бабушек. Это тоже мы спрашивали, вот, твоя любимая песня, и они исполняют эти песни, в том числе они выходят и говорят свои мысли о том, этим детям примерно там 11, 10, вот так. Да, им задавали вопросы, да, да, и они отвечали на эти вопросы. Что ты будешь делать, когда ты будешь в пенсии? Да, да. И это очень любопытно. Восприятие ребёнка, ну, молодого человека, там, 10, 11, 13, 14 лет, что такое пенсионер? Это человек, который просто ничего не делает, отдыхает, проводит время со своей семьёй, в лучшем случае путешествует, или он говорит, у меня не будет денег, и я просто буду сидеть и смотреть телевизор. Вот тоже интересно, как бы, их понимание о том, что такое пенсионер. Но это как бы в позитивном ключе. Это та, наконец-то, я ничего не буду делать, потому что им всё время надо учиться, в школе всё время трудиться. Вот так. Ну, я сразу вспоминаю фильм «Старики-разбойники», старый советский фильм, где как раз, ну, вот, люди, которых, ну, вроде бы, с одной стороны, выпроваживают на пене, но говорят, что, ну, всё, у вас там теперь вы можете наслаждаться жизнью, а они, ну, никак не могут. Ну, вот для них это какое-то, ну, вот, кажется, как я ничего не буду делать, то есть, чем я буду заниматься. Но ведь мы наблюдаем сейчас с увеличением жизни всё-таки людей то, что стремительно начинает стареть и стареть мир. И, в принципе, это такой, многие говорят о том, что, ну, не то чтобы конфликт, но то, что появляются вот люди очень и очень пожилые, они вносят свою коррективу в существование общества. То есть, общество должно каким-то образом, ну, понимать их, учитывать их интересы, а не считать их, ну, вот балластом, как, я не знаю, в старых вот этих тоже сказках, когда отвозили на саночках в лес и оставляли людей просто умирать. Вот этот вот момент, я понимаю, что он тоже, наверное, как бы так присутствует в этом спектакле. Да, да, об этом мы тоже говорим, что раньше бабушки, дедушки, они больше принимали участие именно в воспитательном процессе, потому что это было как бы естественно. А теперь это, ну, как бы есть садики, там, няня. Это традиция, вот именно о чём вы вначале говорили, что через поколение передаётся как бы наследие интеллектуальное, эмоциональное, но тут это пропадает, как бы они вот в этом новом мире технологии, дигитальном мире, они как бы не находят уже себе применения. И может быть именно... Поэтому молодые люди говорили, что я просто буду сидеть у телевизора, не то, что я пойду туда, 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 потому что этот мир, он не приспособлен, как бы, ну, мне кажется, тем более в Латвии. Именно то, что молодёжь и дети, они узнавали, ну, как бы какие-то знания узнавали у своих там бабушек, дедушек, а сейчас есть интернет, сейчас есть камни. Всё есть, да, и... Функция. Я тебе расскажу, как, ну, да зачем, и вот я всё могу найти. Тогда момент коммуникации, соприкосновения, как бы, ну, в чём он, если я никак не соприкасаюсь с твоим миром, вот этот разрыв между поколениями? Ну, с другой стороны, ведь это и мы узнаём об истории, о прошлом, может быть, тоже через рассказы семьи и вообще через устные рассказы. Я сразу, ну, вот вспоминаю своё историческое прошлое, поскольку я историк по образованию. И я помню, что когда начались... Вот это стало очень модным направлением в 80-е годы, и спрашивали пожилых людей, которые вот уже тогда были вот очень старенькими, но они ещё помнили, скажем, в 17-й год революцию. И вот для них вот были какие-то удивительные вещи. То есть мы можем знать исторические факты, но вот они могут рассказать, что их, например, страшно поразило заплёванные семечками тротуары, что никто не чистил тротуары. Вот эта деталь может рассказать больше об эпохе, вот что произошло, как перевернулся мир, что вот всем стало всё равно, никто не хотел чистить тротуары, вот пришла вот там пьяные матросы, которые там плевали просто вот семечки себе под ноги. Это вот совершенно всё, но вот то, что могли рассказать старые люди, не было зафиксировано ни в одном документе. То есть вот я вот к тому, что эти вот рассказы бабушек, как бы мы, может быть, над ними не смеялись, они могут сохранить память о мире более чёткую, живую, чем даже исторические документы. Да, я соглашусь, такой вкус того времени и такие нюансы тоже будут присутствовать и в том числе и в нашем спектакле. Да, да, обязательно. Да, ну давайте скажем, что это 18 октября, да, Ханза Сперон. Да, именно так, 18 октября у нас два спектакля в 3 часа и 7. Почему? Вот у вас в театре есть своё помещение на Зеллю 25, да? Вот почему Ханза Сперон? Потому что, во-первых, спектакль в Ханза Сперон должен был быть уже в апреле. Из-за ковида ему, конечно, отменили. И вот поэтому мы, в принципе, играем сейчас спектакль осенью в Ханза Сперон. Просто сотрудничество. Искали место в Риге, где можно играть. Тем более, что до этого квадрифронт существовал в старом помещении цирка. И там было мало места. И вот потому что хор большой, теперь, конечно, детей будет немножко меньше. И это тоже учитывали как факт помещения, чтобы все поместились. Потому что на сцене три телевизионные студии, три разные передачи мы и дети. Поэтому это как бы сцена такая широкая должна быть. Это драма, комедия? Как вот можно определить жанр? Мне кажется, всё вместе. Вот зрители, когда после спектакля, что я, например, слышала, что и смеялись, и плакали. Это самое главное, чтобы это не было как-то дидактично. Что вот это так или это не так. В один момент мы вот так как-то резко кто-то может что-то сказать. Другой момент посмеяться. Другой раз там, ну, умру, умру, ха-ха-ха. А другой раз прям... Кстати, спектакль номинировали. В категории, да, спектакль года в Спелму и Накс. Большой формы, да, мы были очень приятно удивлены. И воспринимаем это как такой тоже жест, в том числе уважение к нашему труду. Театральный Оскар, можно сказать, наш латвийский. Но чтобы было всем понятно. И я слышал такой печальный факт, что вот за время работы над спектаклем три бабушки вот у актеров... Три, да? Да. Три. Паула, Анце. Матная матрица. Ой, и еще три. Да, ну, в принципе, три, но мы сейчас не помним конкретно, может, кого. Но, да, да, было такое вот дело. Поэтому хорошо, что успели поговорить и, да, завпечатлить. И вот я рассказываю один из рассказов именно одной бабушки, которая ушла из жизни. Он такой очень яркий. Я очень рада, что мы успели. Потому что, да, наверное, у каждого человека есть какая-то вот такая, не то чтобы душевная травма, но вот какое-то чувство, может быть, вины. Потому что я тоже вот, ну, вспоминаю, я всегда знаю, помню, что вот я, может быть, мало общался вот в какие-то вот последние годы жизни со своей бабушкой. И вот я сейчас, ну, вот ощущаю какую-то вот эту вину, что, может быть, не успел расспросить о каких-то многих вещах, о ее жизни, которые меня очень волновали. Вот волнуют, начинают волновать сейчас. То есть я вот не знаю этих фактов биографии. Как, что было, где, когда, какие-то родственники, где-то потерянные или там какие-то родственные связи. Вот ты потом только осознаешь ценность этой информации, понимаешь, что время ушло, и ты не успел. Не успел, да, да. Именно об этом я и вначале говорила, что мы теперь в таком возрасте, когда мы на таком уровне коммуникации, когда нам интересно. Уже узнать. Было, успеть, а как ты ходила, а какой запах был, а как вы там назвали, где вы встречались, а какие были дороги, какая одежда. Вот теперь это интересно. А как бы когда 20 лет, тогда еще там, ну, быстрее учиться, стать актером. И вот успеть поговорить, и ты понимаешь, что это наследие, оно на ухо, и никто тебе не расскажет. Вот твоя кровинушка, которая расскажет, и ты будешь знать, где корни твои растут, что у тебя за предки, какая семья, какая кровь. Поэтому, да, это будет очень верно. Можно ли сказать, что этот спектакль все-таки еще и такой несет социальный груз в том смысле, что, ну, давайте честно скажем, что мне кажется, что в нашем государстве все-таки люди, вот сеньоры, они являются, ну, наименее защищенными, несмотря на то, что все-таки сейчас, да, социальные службы и очень много, ну, делается в этом направлении, но все-таки мы отстаем от других стран. Конечно, обязательно. Где пенсионеры, ну, они все-таки, они не, ну, как бы, не в таких стесненных обстоятельствах, что им нужно думать вот о куске хлеба или там о том, как заплатить по счетам за квартиру, они могут себе позволить все-таки и путешествовать, и, ну, каким-то образом жить, продолжать полноценно жить. То есть это такая проблема, которая, ну, требуя решения, она должна, наверное, ну, вот где-то отложиться в головах людей, которые затем будут уже голосовать, ну, условно говоря, за те партии, которые будут ставить эти проблемы, то есть чтобы это все сдвинулось в обществе. Ну, вы знаете, мы затрагивали как раз-таки вот эту тему, и, ну, это, в принципе, вот про пенсии, да, почему пенсии в нашей стране такие маленькие, ну, ну, и вот чтобы решить этот вопрос, мы сотрудничали с Рибалтикой, да, и узнавали эти факты, и, в принципе, чтобы это поменялось, в нашей стране должно родиться очень-очень-очень много-очень-много людей, чтобы через годы у пенсионеров были бы какие-то хотя бы нормальные пенсии. Потому что сейчас пенсионеры, мне кажется, без помощи детей или внуков, да, но им трудновато. И это факт. Говоря про спектакль, то, что я понимаю, что после спектаклей даже остаются люди на какие-то обсуждения, дискуссии, то есть это тоже такое какое-то вот... Да, мы приглашаем и с удовольствием дискутируем, и желаем услышать их впечатления и мысли о том, что они слышали, что-то дополнить, с чем они согласны, не согласны. Но вот я понимаю, что театральная труппа, в которой принимаете участие, она, в принципе, рассматривает такую ломку четвертой стены со зрителем. И это не... ну вот то, что обычно всегда в классическом театре считается, вот есть стена между зрительным залом, вот мы играем. Здесь может напрямую общение быть с залом, да? В принципе, да, да. Мне кажется, конечно, бывают изредка спектакли, где эта стена ломается, но это уже зависит от режиссера. Но да, да, можно и так сказать, что квадрифюанс, они, да, это... Ну, буквально, в переносном смысле общаются с людьми сегодня, здесь и сейчас на актуальные темы. И так, как в спектакле, как я уже говорила, что телевизионные студии, разные, три разные передачи, и, ну, как бы представляется, зритель, который сидит, он по ту сторону экрана, и к нему мы обращаемся. Добрый вечер, дорогие, на-на-на-на, и говорим. Ну, поэтому рождается это ощущение, что вот это мы с вами. И не только. Есть монологи актёров, когда вообще, да, вот эта стена, она пропадает, разрушается, и просто актёр вот рассказывает свой как человек. Как человек рассказывает свою личную историю. Да, свой рассказ. А вот если говорить о современном театре, тот театр, который приглашает вот услышать какие-то истории из жизни, он, ну, вот насколько это уже новый, можно ли сказать, театр, который отличается от классического с классическими текстами, которые были там быть или не быть, вот в чём вопрос, уже там миллионы раз мы слышали. Вот это что-то, это попытки найти какой-то новый язык, новые формы, уйти от чего-то привычного. Да, конечно. Мне кажется, что очень важно, что пьесы, нет, как сказать, материал спектакля, он рождается во время вот этого процесса. И, конечно, мне кажется, что когда это происходит, все пытаются или стараются ставить спектакли, которые реально актуальны, которые как-либо затронули вот именно зрителя сейчас, вот именно сейчас, в данный момент жизни. Есть тема, о которой мы хотели поговорить, и вот сами набрали материал, и можно сами написали, драматург написала пьесу. Я не сказала бы, что это что-то новое документальное, и вербатим, тем более, это уже очень давно знакомая вещь. Это просто способ, как говорить максимально здесь и сейчас об актуальной теме, и быть максимально не какие-то образы, но транслировать через себя, как через человека. Ну, я актер, я учился просто там громко говорить эмоционально и думать, но по идее я, во-первых, как человек хочу общаться со зрителем, чтобы он не видел, там не было никакой стены, чтобы он воспринимал эту правду, правду бытья и материала. Да, именно так. Что еще может произойти в театре? Что нового можно придумать? Кажется иногда, что есть занавес, есть сцена, и каждый раз, в принципе, постановщики пытаются что-то, режиссеры пытаются найти какие-то новые формы. Новая форма, да. Ну, не знаю, можно, мне кажется. Новая форма, которую мы не очень-то, не знаю, кто, никто не мечтает вернуться, это был зум-спектакль из-за ковида. А что это? Как, каким образом происходило? И насколько действительно зум-спектакли, они могут ли заменить актера на сцене? Потому что ведь мы, когда приходим в театр, это главное, наверное, отличие от кинематографа или даже театральная постановка, которая записана на пленку, она просто нам дает представление, может быть, о спектакле, но мы понимаем, что вживую это все смотрелось совершенно по-другому. Ты участвовала? Я участвовала. Я вообще против всех этих технологий. И я не понимала, как можно репетировать в зуме, как можно смотреть, как можно сделать спектакль в зуме. Но весной, весной, когда был как раз таки бум ковида, закрылись театры, я участвовала в спектакле, который назывался «Театр по телефону». И мы создали спектакль, мы репетировали, мы ни разу не встретились. Мы создали спектакль в зуме, отыграли 10 спектаклей по телефону со зрителями. И это было просто такое открытие для меня, что это все возможно. А как это спектакль по телефону? Вот мы играли спектакль, у нас мы были, сколько нас было актеров вместе? Пять, да, пять актеров. И у нас у каждого был свой монолог. И мы звонили зрителю, то есть слушателю, который купил билет. И пять актеров в течение дня звонили и рассказывали свой рассказ. И человек должен был что-то делать. Мы как актеры говорили, сядь, возьми кружку и задумайся сейчас о том-то, том-то. Это было очень интересно, очень-очень необычная форма спектакля. Получается, это для одного человека? В течение дня вместе мы это делали десять раз, десять подряд, ну, то есть десять слушателей в день. Да, и десять дней подряд мы это делали, то есть сто человек. Ну что, сто человек? Сто человек, да. В этом проекте принялся. В этом проекте, да. Ну, это, конечно, такой театр по телефону, это, конечно... Когда форма максимально сходится с материалом, что она работает на, а они мне не против, потому что были удачные случаи в плане зум-спектаклей, которые в том числе и номинированы, потому что спелминин-акция «Ночь лицедеев» отдельная номинация, спектакль в дигитальной среде тоже есть номинации, поэтому есть и удачные случаи, национальный театр очень постарался, и серьезно к этому подошел. И, ну да. Но это все-таки можно рассматривать как вынужденную попытку найти новую форму из-за ограничений ковида, или это новое вот уже направление, которое продолжится, даже когда эпидемия закончится? Я думаю, что у нас это не продолжится. Я наблюдала, что в России достаточно удачно сериалы и те же читки. Читки, да. Кстати, я тоже участвовала недавно. Я тоже участвовала в нескольких, да. Ну вот насколько, что может быть для наших слушателей объяснить, что такое вот читка, и чем отличается это от спектакля? То есть это не получается ли так, что это спектакль light, но просто где нет мизансен, где нет костюмов, где нет декораций? Мне кажется, там очень много пространства для зрителя и для слушателя, для его воображения, потому что есть актёр, есть текст, и актёр говорит текст, но слушатель, он может сам. Каждый видит. Сам видит свой мир. Свою картину. Да, свою картину. Ну, мне читки очень нравятся. Там такая как бы смысловая нагрузка. Точно донести смысл, текст, диалог, тему, не играть никаких там образов, но как бы чтобы это был живой диалог. Ну да, такая смысловая больше нагрузка. Ну, простите, а тогда вот какая разница, если читка фильма, вот мне дают сценарий, говорят, что всё, что... Ну вот остальное, это доделает твоё воображение. То есть вот кто будет там играть главную роль и как... Ну, поэтому это фильм, а это читка. Там всё говорится, да? Вот читка. То есть зритель, он знает, что актёр будет сидеть с листиком в руках, с текстом. И это всё, ну, как бы открыто, и просто это такая форма, мне кажется, рука. Ну, не знаю. Мы сейчас сделали тоже вот как раз-таки для фестиваля в России, Любимовка, мне кажется, назывался фестиваль. И мы тоже очень интересно придумали. Мы записали как бы, как читали, мы реально с актёром ещё одним читали текст, мы записали это как аудио, и ещё сделали видео отдельно. Ну вот, то есть вы берёте уши, наушники, да, вы слышите как бы читку, вы слышите, что мы там, ну, меняем листики, мы реально это читали, мы не готовились долго. Это читка. Но ещё как бы видишь видео, где актёры ещё что-то совсем другое делают. Это такая тоже читка, читка, необычная читка получается. Ну да. Насколько жизнь театрального актёра отличается от его работы на телевидении, ну, в сериалах, в кино. Вот здесь говорят, что театральным актёрам всё-таки для того, чтобы зритель там с последнего ряда мог видеть, слышать, нужно говорить и громче, может быть, немножко играть с... чуть-чуть вот с большей эмоцией, чем это требуется там для камеры, которая может взять крупный план, и там покажутся эти эмоции уже, ну, каким-то переигрыванием. Вы очень всё верно сказали, потому что суть то одна, надо сыграть, например, сцену разлука. В театре, в кино, в жизни просто градация энергии вот в этом отличается. Конечно, там надо больше тела, а там вообще не двигать и сыграть только... а там, чтобы эта мысль ещё, например, в театре, чтобы она шла через тело, через голос больше. Градация, да, в энергии, в амплитуде энергии, но суть одна. Надо расставание, сыграть, расставание. В кино, мне кажется, просто... Ну, да, везде техника, конечно, просто... Ну, да. Что должен уметь современный актёр? То есть, опять-таки, я говорю про какие-то там трюки, там сейчас требуют режиссёры, там, от актёров, чтобы они самостоятельно там играли на скрипке, там, на пианино, умели скакать на лошади, то есть, масса всяких вещей. То есть, нужно ли это, или, ну, это часть профессии, вот быть готовым? Такие такого рода навыки, это плюс. Но обычно актёр может, ну, как бы актёр, он, не знаю, может выучить всё в процессе именно, да, вот спектаклю. Я, например, никогда в жизни не умела играть ни на одном инструменте, но научилась играть на барабане. Это требовало для роли. Да, 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 роль как раз для роли. И вот, не знаю, наверное, у Яны тоже есть какие-то вот такие случаи. Ну, говоря, конечно, про навыки, это только плюсы, если ты ходил в музыкальную школу, спортивную школу, но я лично считаю, что современный актёр, очень важно ему просто следить за тем, что происходит в мире, в мире, что, как мир меняется, и как я к этому отношусь, чтобы просто через себя транслировать, в том числе и мир, потому что, как мы знаем, что происходит вокруг Латвии и недалеко от Латвии, это нельзя не учитывать. Это невозможно не учитывать, когда ты со стены говоришь тексты разные, там, я хочу перемен, ты не можешь, как бы, вне контексте это говорить. То есть, зритель почувствует фальшь, если... Это должно, потому что люди сидят в зале, они смотрят телевизор, ты читаешь новости, и просто, ну, когда попадает то, что происходит в мире, и, например, та же классика, и вдруг там быть или не быть, ты говоришь, и все понимают, вот, это сегодня, мы знаем, о чём он говорит, и ты должен это, ну, если тебе всё равно, тогда это печально. Для меня, если для современного актёра, актёра интересует только покормить семью у себя, машину купить, ну, для меня это печально, если этот кругозор немножко не шире. Согласна. Современная драматургия, вот авторы, откуда берутся авторы? к тому, что и вот эти наши границы, то есть, учитывая, что всё-таки у нас очень, ну, государство не очень большое, вот насколько актёры чувствуют потребность выезжать, участвовать в каких-то международных проектах, чтобы, ну, вот не вариться в своём соку, то есть, чтобы не быть, вот, как бы, не чувствовалось какой-то провинциальности, когда ты скован каким-то... Да, ну, ну, это важно, но мне кажется, увы, в нашей стране опять, это на очень-очень низком уровне, когда актёры или вообще художники, ну, когда, не знаю, едут там или смотрят спектакль там за границей, в Европе, или даже в России, ну, не знаю, мне кажется, это могло бы быть больше, но учитывая там какие-то обстоятельства, просто, ну, трудно даётся всё. Ну, скорее, это личная инициатива, например, артиста смотреть, читать, искать, потому что, честно сказать, ну, в Латвии у нас, если актёр, он, ну, хорошо загружен и занят, тогда физически времени вообще ездить, смотреть там в Канаду, в Швецию, что там в Эстонии, ну, ладно, в Эстонии нет, но что делают, но физически времени не хватает, потому что мы зарабатываем не очень много и работать надо много. Да, да, да. И время тогда вот и остаётся достаточно мало, но, конечно, спасибо интернету, мы можем смотреть и следить за тем, что происходит в Европе, как развивается театр. Ой, и следить, возможно, поучаствовать, например, в фестивале каком-то вот за границей и увидеть ещё другие спектакли, вот это вот, это просто супер. Находите на премьеры, ну, вот своих коллег, как-то удается наблюдать за... да, 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 да. Ну да, вот в последнее время может не так часто, как сложилась-то вся ситуация странная, но, в принципе, да, конечно. А вот благодаря, например, фестивалю Homo Novos театральному тоже это замечательная возможность, ты сидишь здесь дома в Латвии и тебе привозят разные интересные новые спектакли из Европы, нового направления. Да, у нас на самом деле уже осталось очень мало времени, а всё-таки надо напомнить о том, что буквально через несколько дней, 18 октября, будет в 15 часов и в 19 часов в Ханзе Сперонс впервые в Риге будет показана постановка «Страна бабушек» «Ветс маминю Валстс», и как раз-таки это новый документальный, можно сказать, документальный спектакль, который был показан в рамках фестиваля «Лампа» по Латвии, его показывали в «Даугавпилсецейси» «Севалмирикунда» «Гелепа» и «Резекна», но в Риге ещё не было премьеры, и вот поэтому у вас есть возможность посмотреть этот спектакль. У нас ещё очень важная информация, что сеньоры могут благодаря British Council их помощи, что они могут приобрести билет всего за 5 евро на этот спектакль. То есть можно смело брать своих бабушек? Да. Нужно обязательно везти на этот спектакль. Билеты Биллиш Парадейзе. Можно привезти Биллиш Парадейзе. Так что 18 число, встречаемся в «Ханзе Сперуанс», а у нашей студии были актрисы Самиры Аткизалова и Яна Лисова. Здравствуйте. Спасибо. Спасибо вам. Спасибо большое. До встречи. До встречи. До встречи.